В этом году исполняется 30 лет региональному закону о государственных языках. Он был принят 28 мая 1992 года. О сохранении языка коми народа в последнее время говорят очень много, особенно после обновления федеральных образовательных стандартов. О том, сократится ли количество часов на изучение коми языка в школах, нам рассказала министр образования республики Наталья Якимова. Наталья Владимировна, добрый день. Очень рада вас видеть. Сегодня мы с вами поговорим об изучении коми языка. Какова позиция Министерства образования республики Коми в этом вопросе? Я думаю, что можно еще раз сказать, что изучение коми языка как родного или как государственного – это очень важно. Наша задача – сохранить изучение коми языка в наших не только школах, но и в детских садах, потому что любовь к языку, мотивация к изучению языка начинается именно в раннем детстве в детских садах нашей республики. Расскажите, как развивались события с проектами новых образовательных стандартов, которые вызвали массу вопросов? Действительно, не так давно были приняты два новых федеральных государственных образовательных стандарта – для начальной школы и для школьников пятых и девятых классов. Проекты этих стандартов, а далее рабочих программ, примерных программ, были опубликованы в самом начале 2022 года, 10 января. И мы сразу же, наше профессиональное сообщество, в основном это учителя коми языка, коми литературы, приступили к их рассмотрению и обсуждению. Очень много площадок работало, разных площадок, где мы вместе рассматривали и приходили к неким предложениям. Мы понимали, что изменяются подходы, и мы увидели сразу, что предполагается в новых стандартах, в новых примерных программах, в учебных планах, значительное сокращение количества учебных часов на изучение родного языка и родной литературы. Но в нашем случае родного коми языка и родной коми литературы. Свою позицию мы изложили в адрес Министерства просвещения Российской Федерации с предложением пересмотреть все-таки примерные учебные планы, поскольку наша задача, она была и она останется, сохранить изучение коми языка и, в частности, сохранить объем количества часов, которые у нас предусмотрены. Чтобы вы понимали, в каждой школе по-разному. Мы понимаем, что какие-то школы, какие-то классы учатся по пятидневной, учебные недели какие-то по шестидневной, но в среднем от трех до пяти уроков в неделю наши дети изучают коми язык как родной и коми родную литературу. Предполагается новыми проектами учебных планов изучение час-два в неделю. Поэтому, конечно, нас это взволновало. Нашу позицию мы обозначили. Знают ли в Федеральном центре о позиции профессионального сообщества Республики Коми по этому вопросу? Да, безусловно. Два письма, которые мы направили в адрес Министерства Пресвящения Российской Федерации, они были подготовлены как раз по итогам обсуждения и с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Это и руководители образовательных организаций, и учителя, конечно же, и начальники управления образования в наших муниципалитетах. Все-таки надо понимать, что в 65 школах Республики коми язык изучается как родной. И это здорово. Наша задача не создать такие условия, чтобы уменьшить и количество школ, и количество классов, и количество детей, а наоборот увеличить. Поэтому, да, мы свою позицию обозначили. Далее Владимировна, вообще как обстоят дела сейчас с изучением коми языка в Республике и других предметов этнокультурной направленности? Вообще сколько школьников в нашей Республике изучают вот эти предметы? Ну, конечно, надо назвать некоторые цифры. 30% наших школьников с 1 по 11 класс изучают или коми язык как родной, либо коми язык как государственный. И 85% наших учеников изучают предметы этнокультурной направленности. У нас очень большой коллектив учителей коми языка и коми литературы, 559. Педагогов сегодня работают в нашей системе образования. У нас нет вакансии, у нас приходят молодые специалисты. Мы каждый год готовим и издаем учебники. У нас есть серьезные достижения. Наши учебники входят в федеральный перечень учебников. Мы получаем одобрение Российской Федерации. Мы их издаем. И у нас такие серьезные планы. Поэтому наша задача сейчас принять стандарты, которые есть, посмотреть на учебные планы. Мы их посмотрели. У нас есть предложение, как сохранить количество часов. То есть наша задача, чтобы мы, да, начали новый учебный год с обновленными стандартами, но при этом это никак не отразилось ни на количестве, ни на качестве в части изучения коми языка как родного и коми родной литературы. Спасибо вам, Наталья Владимировна, за такую обстоятельную беседу. Надеемся, что вместе с вами мы сохраним наш культурный код, наш коми язык. Это безусловно. Вам спасибо. Спасибо.